Всех доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Лилия, и я рада видеть всех, кто заглянул ко мне в гости. Сегодня смотрим вторую часть украшений для Татьяны. Но прежде я хочу сделать небольшое отступление и показать браслеты Сергея для другой заказчицы. Не так давно я вам показывала колье из зелёных камней. Это украшение сейчас у хозяйки, но я вам вставлю отрывок из видео, где я его показывала. Так вот, девушке очень нравится это украшение, и она решила сделать полный комплект. Сейчас мы видим браслеты и серьги к этому колье. Сборка на браслете повторяет полностью колье. Эти же камешки, бусины, ажурная бусина посредине. Браслет на номере проволоки, замочек магнитный. Смотрим серьги. Здесь швенза с английским замком. Рисунок на швензах очень хорошо поддерживает ажурную бусину в колье и браслете. И бусины оникса. Это я вам показала. А теперь переходим к украшениям Татьяны. Сегодня я покажу вам два украшения. Когда я показывала вот эти кабошоны, Татьяне очень понравилось это сочетание. И она выбрала один кабошон. Следующая работа у нас вот такая. Эти вот подушечки. Фруизита и Хризаку. Давайте полюбуемся на кулон. Посмотрим его со всех сторон. В этом колье есть что-то... Не буду говорить свои мысли. И знаете почему? Дело в том, дорогие друзья, что нужна ваша помощь. Татьяне очень хочется, чтобы оба украшения, которые я сегодня покажу, имели название. А у меня с названиями, знаете, как-то не очень складывается. Поэтому очень нужна ваша помощь. Как бы вы назвали это украшение? Я знаю, что у многих из вас очень богатая фантазия. И вы обязательно поможете нам с Татьяной. Я потому что у других мастериц видела, когда спрашивают название. Столько всяких вариантов. Смотрим серьги. Здесь швенза с английским замком российского производства. Сами серьги из подушечки Цуизита и маленькой бусинки аппетита. Чёрный жемчуг здесь смотрелся уже лишним. Его добавлять не стали. Чуть позже покажу на манекене это украшение, а сейчас смотрим второе. Амазонит я накупала. Вот он сохнет. Приступаю к приготовлению этого украшения. Вымыла мазонит. Разделила его весь по частям. Очень мелкая крошка. Китайцы молодцы. Из всего сделают украшение. И вот здесь вот этот бисер, который был на украшении. Вот хочу узнать, сколько здесь. Вот 14 грамм только бисера здесь ушло. Вот такое украшение было. Конечно, каждый вот этот вот мелкий-мелкий камешек, между ними был по две бисерины. Что я с ним буду делать, пока не знаю. Представления вообще не имею, что можно с такой мелочью делать. Насаживать его на пины, ты с ума сойдешь. Как говорится, утро-вечер мудренее. Будем думать. Правда, вот эти камешки, не знаю, нужно будет сюда или нет. Но если не сюда, не в это украшение, значит, в другое пригодятся. Я сначала подумала, что это стекло, но нет. Все-таки это камень. Вон, видите, какая неоднородная масса. Вот тут даже краешек есть. Как его гранит, этот камешек. И здесь как бы не хватило этого пространства, чтобы было все гладко. Выемка была большая. Поэтому осталось. Так что хорошие камешки. Посмотрим. Есть у меня два кабошона амазонита. Амазонита. Я предложила, Татьяна не отказывалась. Такой красивый, селяющий амазонит. Сделаем из него кулон. Можно будет крошкой обшить. Раз так много крошки, она мелкая, вполне можно обшить. А что получится, конечно, посмотрите дальше. К этому кулону я взяла без проблем. Темно-синюю кожу. А вот к камазониту сижу опять и думаю. Вот когда не было зеленого, думаю, ну, наверное, логично будет, если на той стороне будет серебристая. С серебряной фурнитурой. А когда рядом положила еще вот такую, то, скорее всего, конечно, должна быть вот эта изнаночная сторона. Пусть серебристая или какая-либо будет фурнитура, но, по-моему, это серебро здесь не подходит. А вот зелененькая нормально будет. Так и решили, постановили. Вылить зеленая. Вот такая красота из кабошонов амазонита, галтовки амазонита, бусин амазонита и жемчуга. Давайте посмотрим кулон со всех сторон. Он состоит из двух кабошонов, соединенных крошкой амазонита, одной жемчужиной, а также одна маленькая жемчужинка завершает кулон, как будто капелька воды истекает. Обратная сторона кулона из натуральной кожи. Сверху я обшила галтовка амазонита. Посмотрите, как сияют эти кабошоны, очень красиво переливаются. Когда Татьяна делала этот заказ, она хотела, чтобы все нитки бус были на каждый день. Если в первой части, которая была несколько дней назад, я вам показывала именно такие бусы на каждый день, то эти два украшения не назовешь ежедневными, согласитесь? Это радость для глаз, это праздник для души. Как можно назвать такое украшение? Что рождает ваша фантазия? Татьяне очень понравилось это украшение и для счастья нужно совсем немного. Собственное имя. Серьги на швензах с английским замком. Эти швензы с алиэкспресс, они мне очень нравятся. Серьги с тремя бусинами, крупный жемчуг, амазонит и мелкий жемчуг снизу. Проставочные бусины и шапочки в серегах я покрыла цапом лаком, а также лаком покрыла бусины, шапочки и бейл в колье, чтобы металлическая фурнитура подольше не темнела. Ну что, дорогие друзья, я жду от вас предложения, как назвать два эти украшения. Сейчас я вам покажу эти два украшения на манекене. А впереди конечно у нас новые серии, потому что бусин еще очень много и какие там будут украшения праздничные или ежедневные мы с вами вместе увидим, потому что я этого еще и сама пока не знаю. На манекене это смотрится так, на человеке это будет смотреться вот так. Я мерила на себя и Татьяна такая же как я. и вот такие серьги. Это одно украшение и вот второе украшение. Сейчас попробую его поднять, как оно должно выглядеть на человеке. Вот так оно тоже должно смотреться. Так, и вот наши серьги. ... ... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»